В шум железнодорожного вокзала Адлер ворвалась музыка. Танцевальный флешмоб устроили будущие проводники. Это бойцы студенческих отрядов, которые летом работают проводниками в поездах дальнего следования. В Адлерском депо трудится 450 студентов со всей страны. Они сопровождали пассажиров из Адлера до Архангельска, Воркуты, Мурманска, Ставрополя, Кисловодска. А сегодня одарили им танцы, песни и хорошее настроение. У меня брат сначала поступил, потом предложил мне. Я думаю, почему бы не попробовать поездить по городам. Тем более я люблю общаться с людьми. И поступила в студотряд. И мне очень понравилось. Это очень интересно. Быть проводником – это не только обслуживать пассажиров, не только выполнять добросовестную и честную свою работу. Это также получать жизненный опыт, новый жизненный опыт, который нам, молодым, очень необходим. Будущие проводники в Сочи присоединились ко всероссийскому флешмобу, который сегодня одновременно прошел на 11 крупнейших вокзалах России в честь предстоящего Дня железнодорожника. В Краснодарском крае это Адлер и Новороссийск. За 6 лет мы из 2000 выросли до 8500 студентов, которые работают летом в поездах. Это уникальный опыт, уникальная возможность, которая дается современной молодежи, позволяя им раскрыться, ну и увидеть огромную страну, получить первый трудовой опыт. Танцевальный флешмоб по всей стране объединил более 2000 студентов-проводников. Кстати, носить железнодорожную форму им осталось всего несколько недель, а уже в сентябре они снова сядут за парты. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.